Итак, всем привет! Мы продолжаем проходить модификации к первых алфе под названием Паранойя. Что ж, в прошлой части мы оказались в каких-то подземных комплексах, где то ли террористы какие-то, то ли еще хер знает кто, блин. Патрончики есть? Ой. А, я уж тебя сегодня взял. Ну, короче, не суть. А мы оказались тут, надо... Я уже не помню, что делать к структуре. Блин, задания нету никакого на таблине, ну ладно. Что ж, будем осматриваться? Подземные туннели. Е-мое. А каким образом сюда батарея заехал? Я вообще чуть не въехал. Это каким мать его образом? А, оттуда. Окей. Пойдем посмотрим, что у нас там. Может, здесь все тихо. Слушай, ты сейчас накалкаешь, что тут будет далеко не тихо, чувак. Я уже знаю, сейчас кто-то это, да, обычно. Ой. Я даже от тебя не ожидаю никаких действий уже, вообще абсолютно. Апаткир не тушить. Сейчас прям какое-то чувство, как будто в Металу-2030 какой-то играет. Серьезно. А, он идет. И че я сюда пришел? Тут вроде ничего нет. Ну и че? Ну, че мы пришли? Спокойся. Только спокойся. Ёб твою мать. Халяха. От тебя помощи ноль, чувак, вообще, блядь. Похоже, что противник ушел вперед по тоннелям. А ты че? Блин, я из-за тебя весь бунешь жилет погадил, блин. Ты куда, блин? Майор, попробуй пробраться туда, а я тебя прикрою. Да я видел, как вы прикрываете уже меня, блин. Смотри лучше по сторонам. Прикрывает он меня, да? Прикрывает, значит. Это вот так... Сюки, вот просто сюки. Да прибудет со мной сила пулемета. Блин, а тебя кто сажал? Ты крыску задел, сука, блин, а? Блин, она такая молодая была, блин. У нее столько всего впереди было. Куча помоек, крысят и... Ну, и пересмелить в какой-нибудь Мшеровкину. Не надо, пожалуйста. Не надо. Че, неужели не повалюсь? Не надо. Хорошо, тут хоть фонарик бесконечный, в отличие от какой-нибудь Half-Ear или Fate of Monsters. Иначе тут с фонариком, блин, это жопа баба. Ты че с чуваками сделал? Они мне все самогон должны были. Стало идти или в чем был? Блин, у меня такой же был. Ну, не у меня, точнее, в семье был такой. Ну, блин, ну, точно такой же, только черный, блин. Серьезно, такой же точно был, блин, только черного цвета, блин. Че за модель-то? Нихера не видно, ну ладно. Документ. Так, с 23 рублей, ба-ба-ба-ба, вывоз груза для машины, так, вывоз медикаментов, доставлены новые клетки для подопытных, регистрационный номер SN34. Доставлено два контейнера компании NOS MedFerm, с биологической массой, регистрационный номер такой-то, там, неважно, короче. Вывоз четырех цинкованных, цинкованных гробов с погибшими подопытными расписался за вывоз шнитько, такой-то, такой-то, оцинкованных. Вроде бы, если мне не изменят память, такие гробы используют, чтобы, ну, какого-то заражения не было, то есть какого-то вируса, допустим, я не знаю, там, ну, всякого таких херни, ну, короче, очень мощный вирус, допустим, или какое-то биологическое заражение, возможно, неважно. Вывоз груза 200, одна машина. Вывоз четырех мониторов, четырех компьютеров, компьютеров двух аппаратов искусственного дыхания. Так, вывоз сполучной органической массы. Органической массы? Неважно. Короче, зашибись. Блин, я в отцу хотел, но нельзя. Телек пашет? Нет. Шарик. Выход. Охеет, выход. Тим же путем, что ли? Да ты издеваешься? Как это за листа, по-тому должен? Эм. А, ну. Это октябрь. Вижу, что по бродиннику входа в шахты по заданию. Это база разрешает открыть огонь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, никакого открыть огонь. Я запрещаю. Прекратите огонь всей своей. Бля. Суки. Чудно, почему я вечно куда-то должен поваливаться? Бунки в подземные тоннели. Спустя 4 часа после падения. Хорошо долбанулся, видно. Ништяк, как долбанулся. Земля в иллюминатой. Блин, к чему нет вообще? Ладно. Ау, спасите кто-нибудь, мать вашу. Откуда ешь? Занулся. Блин, а уже... У меня уже... Блин, даже аптек нету. Блин, зато... Какого... А с какого хела у меня бунежилет пополнился? Я не понял вообще, от чего. Логически от... А, туннельчиком. Ну, пистолет это, конечно... Да! Это мне поможет. Круто, я попал уже куда-то. Блин. Как тебя бы достать, интересно. Если я пульнул, ты упадешь? Блин. Так, допустим. Ну-ка. Не. Наивный. Ну что ж, мы... В полной заднице, походу. Патронов мало. Огнистрел весь потеряли. Весело. Батарейочек чуть не долбанулся. Так, куда бы тут? Накой хел я вообще сиганул. Серьезно. Лучше так пойду нафиг. Тук-тук. Надеюсь, никого дома нету. Так, кстати, немножко не в тему. Опять же, будет сказано. Я, кстати, выяснил, что когда мы будем походить по 0-2, у нас, возможно, будут проблемы с авторскими фалами. Потому что у большинства людей последнюю часть всегда почему-то борочит. Не знаю почему. Так что, там, скорее всего, придется, наверное, вырезать что-то, блин. Ну, это... Блин, нахивай вообще-то скак, не в тему. Ну, ладно. Мы потеряли свидетельствующих ученых, который отправляется в лабораторию в Круза-1. Лаборатория подвезла к биологическому задрожению почти 25 лет назад, еще в середине 80 лет. И было законсервировано. После взрыва устроенного противника и многочисленных обвалов на нефтью уровня появился отброзный консервант. Ученые не вышли на сеанс связи в подначенное время, поэтому есть ни одного не полагать, что противник проник в лабораторию и помешат. Всем бойцам приказуем следовать на уровень К-4, чтобы встретить другого ученого-защитителя. Окей. Биологическое изложение. Ну да. Это перешел. Я на другом поведении. К-4. Продвигается в обрастрении. Отличный. Не отрежьте, докладывайте остановку. Докладывайте. Какого вообще ничего-то? Я что-то попустил, что ли? Уходя, выключи свет, открой дверь и... Выключи свет. Я что-то не... А, ну-ка, кстати. На ту и... И что мне это дало? В принципе, вроде бы ничего, кстати. Хотя не. Можно туда залезть. Да, уж, блин, я что-то тупанул, конечно, немножко, ну ладно. Погнали дальше. К чему я вообще правда по плану едва, поэтому скажу. Ну, в общем, плану едва я, честно, скажу там, что... Возможно, блин, в финальной части мне придется... В одном куске видео просто выключить звук. Ну, чисто, чтобы видео не забочилось, и вы могли смотреть большую часть видео с нормальным звуком. Ну, короче, не суть, это чисто проблемам монтажа мои будут. Немножко не в тему, но ладно. Блин, да где вообще все? Алло. Чувак, может, не стоит, а? Это же хорошо, не закончится, по-любому. Это сейчас все плохо закончится, по-любому. Такое чувство, как будто в какой-то подземной лаборатории я, блин, из Сталкирова нахожусь. Вот серьезно такое ощущение, по-моему, идет. Карантин. Ну, явно, блин, не веселое местечко, это уж точно. Блин, это крыска всего лишь. Мне поймать... О, у тебя тут даже... Блин! Твою мать! Ха-ха-ха-ха. Э-э-э... Ты извини, я не специально, блядь. Блин, а? Так, а где вторая? Это мне бы ее не придавить. А, вон она. Ты не... Не-не-не-не-не-не-не-не. О, по текстуру убежал, молодец. Че, ты извини, что я твоего душка придавил? Ну, блин. Ну, я случайно, блин! Вот тут еще две ее. Это вообще че-то колбасит. Че с тобой, а? Че? Блядь! Да все, нафиг! Извини, я ухожу. Все, 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 все. Твою мать, блин, а! Бедные крысы. Блин. Мне их жалко, серьезно стало. Об стену. О, не повезло. Че, жутковато стало, жесть просто. Дизель, винный дизель. Блин, не путайся под ногами, пожалуйста. Саперто. Тут лестницы нету. Блин, да чего вы все под ноги резите, господи. Суицидальные крыся-то, блин. Ну, не, в натуре стоял, как будто подземные комплексы сталкивались, серьезно. Блин, не, в натуре стоял, прямо в натуре стоял. Жесть, ткач, конечно. Так. Тут у нас сыновек, можно пойти запомним. Туда я никак не пойду, никуда, да. Чувак, ну не иди, не иди, это плохо закончится. Я тебе все серьезно говорю. Какие-то помеки в радиусе здесь есть? Вы тоже это слышите? Нет. Да, блин. Ай. На, блин, серию надо назвать суицидальные крыся-то, вообще, блин. Суицидальные крыся-то. Чуваки. Есть кто? Них не пашет. Зе, наверное, сюда один пошел. Зе, наверное, что происходит. Десять люди. Стой, или я буду стрелять. Стоять, я сказал. Кто там у вас, где вы? Жопа. Окей. Я иду на самую смелть, походу, да? Чувак. Ой, блин. Мне бы что, помощнее пистолетика? Твою мать. Я вот этот стук что-то вспоминаю сразу первую... Брату из сталкера Тени Чернобыля. Не, нах. Нах, не. Не, не. Не, 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 не. Ну, окей, окей, окей. Ладно, я пошел, я понял, не туда. Отпрощайте там, господа. А, ну он не может идти. Мне надо сваливать. Крыска, прикрой меня сзади, окей? Будешь моим напавником, пока я тебя не задавлю, случайно, бля. Черт, шесть какая-то, блин. Я хочу отсюда свалить, я хочу свалить. Я хочу свалить домой, я хочу свалить домой. Но не пускаю меня. Ты как, поэт? Блин, он там сильнее бить начал. Вашу наневу, блин, а Это мне очень поможет, да? Так Пациент номер 35 Зуб 36DVL2U Скончался Обширное кровоизъяние Да хватит стучать, твою мать, блин Кровоизъяние в мозг Уникальные костные панцы Слишком сдавил череп Пациент номер 46 БО Снова впал в транс Разрастание мышечной массы Затронуло мышцы живота Его сильное вало Энген показывает уменьшение объема душной полости Видимо, на днях того ждет такая же участь Как и пациента 28-35 Жаль Нужно что-то сделать с составом Для более контролируемого рост клеток Тебе листья прохвата 21-83 Пациент номер 38 Код 38DVL2U Благополучно перенес еще одну операцию На данный момент подопытный более не нуждается В экстерной реанимации Да хватит долбиться, твою мать, с какими, блин, а? Состояние стабилизирует за счет постоянного введения Синодействующих стероидов группой 34B И удаления части внутренних органов Слушевидно, в общем, да? 24 мая 1983 Хотелось бы заострить внимание на успешном обживлении подопытному Ну, например, 38 Код 38DVL2U Кошачьих глаз Поначалу все пришли к общему мнению Заключающемуся в том, что он ослеп Но ткани не отторгались И на третий день он стал подавать Подавать, блин, признаки того, что видит новыми глазами Зрение еще не стабилизировалось Его качает И он не может задеть за... За нас пальцем вытянутки Еще задеть Ладно, не суть Но все же видит орелку и ложку Способен понимать пищу Охренеть Какая сука тут в дверь дробится? У меня закалеб... Все, я тебя сейчас убью, нахуй Это ты? Нет, это не ты Это ты? Ну, я не... Блин, это ты! Что, бля? Это что было, вообще? Охренеть Вашу налево Ах ты, сука Придухнуть Блин Все плохо Нужны потончики с учеником Потоны Господи, мужик, зачем так пугать громко, вообще? Вашу налево Ах ты не помогло Ах ты не помогло Нихрило не помогло, но и хелсин, как лучше Ой, блин! Офигенно! Я в большей жопе, короче. Извиняюсь, извиняюсь. Как? Да тут целая компашка. Офигенно! Да блин! Сука! Блин! Я не усчитал. Не усчитал. Не усчитал. Не усчитал. Да блин! Не, это жесть, серьезно. С одним ножом вообще я хренею. Да дохни, блин! Спасибо. Фу, я не удивляюсь, что с такой громкой музыкой тут проблемы с авторскими правами могут быть во второй плану. Ой, ёпта ж вашу мать. Обследовать? Да пошли бы вы нахер. Вы мне патаунов дайте, чтоб я обследовал. Упс. Обследовать, блин. Ой, это я возьму. Аптечка? Ну, спасибо хоть на аптечки. Обследовать, блин, что тут обследуется? И валивать надо отсюда, блин. Опа-как. Фу, блин. Это жопа. Опа-как. Один патрон, как символично, чтоб себе пушку, блин. Ты тысяч пушку, блин, бошку побить. Нафиг, серьезно. Не, в натуре, один патрон символично, чтоб себе пули вопустят. Это капец. Ух, ёпта вашу налево. Я в заднице Я в заднице полной Мне надо сучно искать огнистый Чувак Ты не представляешь, как я от тебя видеть Майор, рад тебя видеть Я думал, ты погиб в завалах на нижнем уровне Ах ты сука Мы потеряли троих наших ребят за последние два часа Я слышал паразию про эти старые лаборатории И группу ученых Что за дерьмо там творится Я думаю, тебе нужно обязательно поговорить Заведующий местной лаборатории Она руководит всеми генетическими исследованиями Срочно найди ее и выясни, что ей нужно Кстати, нам удалось захватить одного из боевиков Наши ребята уже допрашивают его А можно я допрашиваю тоже? Заведующий местной лаборатории С вами она руководит лесуиской Окей Погнали Так, надо, сущно, патроны искать Так, поболее Че скажешь? Что бы здесь ни случилось, я должен продолжать работать Ну да, да Да, блин, уважаю, блин Любишь, что это? Да, ну, блин Я бы отсюда свалил бы по-скорее, если честно Суициданик Чалюста, не убивайте меня Я всего лишь наемник Я буду сотрудничать Наша группа атаковала ударник Чтобы отвлечь внимание Ваших основных сил И обеспечить надземные прикновения Наших покрывателей В эти надземные бункеры Мы готовили эту операцию почти два года Наши покровители Представители иностранной разведки Которые хотят выкрасную информацию О ваших секретных разработках Бла-бла-бла Они используют эту заварушку Что бы оставаться незамеченными Сейчас их группа разведки Находится на вашей территории Это все, что я знаю Пожалуйста, не убивайте меня Мы проверим твою информацию И если ты намрешь То можешь пилеть на себя Ну и что дальше Я пошел Качевики Так, надо срочно искать патроны Мне нужно калашик бы найти Блин И пулеметик вымыть, мать его Ты что тут творишь, блин? Наш персонал занимается техническим ремонтом Все коммуникации Какой нахрен ремонт, блин? Отсюда сваливают от дворей мандилки Чего-то, блин? Идет без инфекции Да вы че? Без инфекции завершена Прям Че-то очень сильно думал Таи напомнил Ну че? Возвращение мое Йо Из личной переписки профессора Шилова С внутренним корпусом исследования Поведения человеческого тела В экстремальных ситуациях Почта Ну, короче, и закупок Жирный орган Здравствуйте, Виктор Роганы, полученные нами В надлежащем порядке В скором времени Доложу вам о результатах Тестовой импантации Так Интенсикация адреналина В систему кровоснабжения Подопытного А-225 Здравствуйте, Александр Сообщите, пожалуйста О результатах эксперимента По однократному введению адреналина В генетически модифицированный А-225 В частности, нас интересует Проведение пищеварительной системы После интенсикации Ё-моё Здравствуйте, Виктор К сожалению, вынуждены сообщить вам О неудачном завершении эксперимента Так как Он имел детальный исход Пациент скончался При до сих пор Необоснованном Моэрском скачке давления С опоздавшимся Обильным ковызлянем Через дыхательные пути Как и ожидалось Мышцы затрудили Но осмелюсь предположить Что был зафиксирован Лишь предсмертный спазм Сообщите, пожалуйста Когда нам будут доставлены Обосы группы B Для проведения дальнейших экспериментов С уважением, Шилов Зашибись Чё-то я не знаю Причёт какой-то фильм Напоминает Какого-то Параграф 78 Или какого-то Хотя, честно Я его никогда до конца Не смотрел Честно Какая-то Какая-то мешанина Серьезно Испаргоф 78 Метро 2033 Частично Старкера Блин И Не пойми ещё чего Резидент Ивера Ещё первого Блин Но мешанина Это не так уж и плохо В принципе Извините Я занят Фотка Эйнштейна Ладно Туда нельзя Или можно Или нельзя Ё-моё Хорошо Сложные Ребята Правда Вы будете удивлены Но они все Абсолютно Одинаковые Эти ребята Стас В будущем А сейчас Какой-то Универсальный Солдат Вот я не знаю Может кто помнит Я не знаю Может кто смотрел Фильм Старый Ну уже В принципе да Старый 90-х годов Начало В конце 80-х Короче не помню С Ван Дамом Ё-моё Там Фильм Назовался Универсальный Солдат Кстати Прикольный Фильм В своё время Первый Самый лучший Ну второго Ещё терпимо Остальное Такое Горно Третья Вообще В Чернобыле Часть Это жесть Четвёртая Ну четвёртую Я вообще Помолчу Это ужас Сериал Кстати Даже Был Я чё-то Был Сериал Даже Был Видел Так что Ну честно Не помню Уже Чё там А ты чё Тут ходишь Блин Офигенно Тебя Вот Идите Вперед Куда Тут Идите Зашпаняли Меня Статистика Обновляется При исполнении Журнала В обязательном Порядке Ой Опять Блин Ладно Умерших Объектов За последнюю Недели Пять Умерших Объектов За последний Месяц Тридцать Из них Сдеформированы Внутренними Оганами Двадцать Два Больше Столько Онированных Объектов В особенности Из групп Четыре Аш Пять Аш И Пять Погибли От Погибли От Погибли От Цероза Печени Нихера Себе Чем же Вы их Кормили Водкой Что Безостановочной Сотрудник Клименко В качестве Эксперимента Добавлявший В органический Раствол Медицинский Спил Блин Твою Мать Блин Ай Блин Ладно Жесть Уволен И отправлен В часть ДМ Тридцать Четыре Где Его Подвергнут Суду Капец Спил Медицинский Я же Это Жесть Блин Ой Блин В целом Часто Наблюдается Смерть Из-за Отсутствия Обоих Легких Ела Себе Наши Попытки Вырастить Кронированный Объект С модифицированным ДНК До сих Пор Не Увенчались Успех Информация Поступающая Из Рабораторий Верхнего Умня В частности ЦН 12 ЦН 13 До сих Пор Выдает Слой И Некачественный Материал Для Исследования Что Провождает Объекты С Высокой Тенденцией Естественной Смертости В первые Две Недели Развитие Плода Вскрытие Объекта Номер 56 Псевдоимя Алексей Как О самом Неординарном Случай За последний Месяц 12 Мая 2008 Так Кручись Ты Состояние Внутренних Оганов Буквально Шокирует Профессионала Половина Оганов Изродована И подлежит Разве Что Выбросу Феологическая Введелка Но Остальные Оганы Вроде Сердца И легких Настолько Модифицированы Что Объект Мог бы Выносить Нагрузки Сомнимые Лишь С нагрузками На Незащищенное Тело При входе В открытый Космос Легкие Увеличены В полтора Раза Толщина Их Стенок Увеличена Более Чем На 30% Сердце Вообще Представляет Из себя Странный Артефакт Его Пойстые Материалы Распелить Те Ножовкость Толь же Слож Насколько Высохший Материал Сухожилий Едрить Коротить Кстати Вот Сердцем Окаменевшим Это Мне что-то Опять же Фильм Напоминает Вторую часть Болейда Помните Кто смотрел Фильм Гибриды Вампиров Были Которые Вампирами У них Сердце Окаменевшее Было Сердце Может Победить С боковой Стороны Не знаю Что-то Опять же На отсылочку Вспомнил Ну прикольно Короче О господи Вы меня напугали Да твою мать Я тебя напугал Тебя вот это Должно пугать Здравствуйте Товарищ майор Меня зовут Полина Вы наверное Хотите знать Чем мы тут Занимаемся Я расскажу Мы находимся На одном из Самых засекреченных Объектов России Официально Он называется Центр Экстремальной Медицины Экстремальная Медицина Прям Всегда Была Заинтересована В создании Нуркотовки Бойцов С идеальной Бойбины Принвести Так в начале 80-х Группа военных ученых Начала работать Проектом КРОН Эту группу Восправлял Майдз Лаборатория КРОН-1 Просуществовала Всего несколько лет И виной КРОН-2 Стал неудачный Экстремент Лаборатория Была заражена И командование Приняло решение О юбон-консервации Вместе с персоналом Но несмотря на это Проект не был закрыт И работы В его развитии Продолжились Новые лаборатории КРОН-2 И КРОН-3 Мы пошли Другим путем Используем Новейшие достижения Гены ИДЖИГЕЙ Все эти эксперименты С вирусами И мутацией Мы прошли Мне страшно Подумать Какие ужасные Мутации Произошли За 20 лет С персоналом Специфированной Лабораторией Вы были в старой Лаборатории Без защитных Костюров Поэтому Велика опасность Попадания В ваши легкие Ядовитого оса Чтобы выяснить Насколько чисто Ваши легкие Мне нужно сделать Редминовский снимок Вашей клубной Это очень важно Следуйте за мной Окей Отойдите пожалуйста Господи Еще таким тоном Капец Да господи Возмущение Как будто Я под юбку смотрю Жесть Я всегда хотела Походить на моего отца Да Капец Еще возмущается Ужас Куда Подержите Товарищей Огнем Ничего Походу Тут интересного Нету Это вообще Красавчик Ну ладно Печаль Тоска Вообще Жесть Ее Май Стрипзим Больше Стрипзить Нечего Документы Почитаем Ой Опять Чтива Криминальная Мать Журнал Состояние Пациентов Заведено Такому Хранить Пять лет Ее Май Запись Пятьсот Шесть Наблюдаемый Номер 55 Псевдоиме Гриша Блин Состояние Кранированного Объекта На стабильное В данный момент Он находится На третьей Стадии Развития После Которую Он будет Окончательно Готов Для Вживления Чипа Памяти В передние Мозговые Доли С последующим Переводом В отделение Хрена 25 Ну короче Не важно Для обучения Специфического Схематурным Функциям Так Запись Такая Это Номер 58 Псевдоиме Ваня Последние Два дня Наблюдается Его крайне Нестабильное Состояние Очевидно Вызванное Тестированием Гормональных Препаратов На объекте Выражается В неоповдаемых Вспышках Ненависти К наблюдателям Крайне Неспокойное Поведение И двух В попытках Суицида В данный момент Рассматривается Возможность Ускоренного Перевода Объектов В отделение Такой-то Такой-то Для променения Стабилизирующих Препаратов И процедур Это позволит Народить связь С объектом Поблизить его К ознакомлению С окружающими Его сотрудниками Даст возможность Более мягко Перенести Так называемый Кризис Столового Перевода Херси Кризис Приклонного Возраста Который У наблюдаемых Кранированных Объектов Часто уважается В попытках Кончить с собой Замечание Мы пытаемся Обмануть Природу И она нам Мстит Но Это лишь Ничего не Значащая Догадки Ага Да-да Офигенно В общем Не знаю Давайте Чуть побежимся И наверное Часть закончим Уже А то уже Почти на где-то Срок минут Записываю В принципе Нормально Будет Думаю Окей На этой Замечательной Ноте мы И заканчиваем Короче В общем В общем Что В целом Модификация Я же Как я говорю Она интересная Тут конечно Понатыпзенная Идея Отовсюду Откуда только Можно Я уже Помимо В дохера Привел Но Выглядит Все весьма Интересно На самом деле Единый Минус Она короткая Опять же Повторюсь То есть Вроде бы Сейчас Начинается Само Действие Началось Отормное Что-то Интересное Но Скорее Всего Наверное К сожалению В следующей части Мы уже Эту игру Закончим Модификацию Точнее Но Ничего Не поделаешь Надеюсь Хоть В плану И 2 Что-то Будет Расскрывающий Сюжет Или еще Что-то Фиг знает Посмотрим На этом Наверное Все В общем Не знаю Чего будет Сейчас Я уже Честно Не помню Потому что Я говорил Один раз Что я Походил Последний раз Эту модификацию Очень давно Но Скорее В следующей части Будет сплошное Мочевые Перестрелки Я так думаю Ну Это Нехорошо Неплохо Так что Наверное Быстрее Хорошо Я думаю Все-таки Да Так что Ладно На этом Закончим Наверное Надеюсь Им было Интересно Подолжим В следующий раз Всем удачи До новых встреч И пока